Всем привет! Сегодня тройная хроника. Видела в Пинтересте вот такой дизайн, захотела повторить. Удивительное дело! Пришла вечером, загрузила в Телеграм фотографию то, что у меня получилось. И смотрю в обсуждениях, одна участница комьюнити тоже загрузила такой же дизайн. Только у нее он был сделан несколько по-другому, более правильно, чем я сделала. Но об этом чуть попозже. Сейчас я сняла покрытие фрезой елочка. Но ей плохо снимать, сразу предупрежу, потому что носик у нее плохо работает. Там мелкая зернистость, мелкая нарезка, насечка. В общем, просто на тот момент у меня не было конуса. Здесь я делаю маникюр без применения цилиндра. У клиентки не сильно зарастает кутикула. Иногда я практикую все-таки метод без цилиндра. И если мне в комментариях перестанут писать про присыпку, я куплю присыпку. Не покупаю я ее из вредности. Вы меня же уже должны изучить были. И здесь чисто аппаратный маникюр. Убираю кутикулу бочонком. Гель Лаки Гарри. Вот опять стоят, коробки встают, пыльятся. У меня никак обзор на них не делаю. Но периодически показываю видео и рассказываю. Просто меня зацепил обзор одного блогера. Она сказала, что они плотные. Ну вот, пожалуйста, здесь на видео видно, какие проплешины. Впрочем, желтый цвет часто грешит тем, что не плотный. А я заметила, что у разных пигментов есть именно определенные свойства. Вот красные гель Лаки, они часто плотные. Если вы в какой-то фирме наткнулись на красный гель Лак, и он не плотный, это вам сильно не повезло, это надо еще откопать. Такой красный гель Лак, который не плотный. А вот желтые, они чаще всего вот такие с проплешными. Итак, без тренировки я пытаюсь повторить дизайн из Pinterest. Там делали арт-пасты мне. Подсказала участница в Telegram. Я ее уже купила, но на тот момент у меня не было этого материала. Поэтому я делала молочным гелем, и у меня получилась фигня. Потому что розы растеклись, во-первых. Во-вторых, на таких мелких пальчиках я размахнулась аж на 4 розы. В общем, как в оригинале-то у меня не получилось. Но клиентка как бы без претензий. Она сказала, сделай чего-нибудь, но мы и сделали чего-нибудь. Так, здесь отлетело два больших пальчика. Звук я сейчас клиентов не включаю. Потому что в последнее время какая-то идет на меня полоса. Прям кто верит в теорию транссерфинга. Вот этот маятник, который недовольствует клиентами. Или я не знаю, как назвать. Но прямо, знаете, через один сейчас идет какая-то фигня на меня. Прям вроде бы стараешься, делаешь, насколько я могу. И вроде бы и делаю-то неплохо. Но часто стала получать от клиентов какие-то претензии. Поэтому я сейчас даже и разговоры их не включаю. В общем, там, по-моему, она объясняла, что то ли ремонт был, то ли они там чего-то мебель передвигали. Потому что остальные ногти, как видите, целые. Здесь я делаю маникюр аппаратом сенсорным. Ссылку на него оставлю. Аппарат мне понравился. Да, он не такой мощный. И спиливать покрытие придется чуть подольше. Но саму обработку кожи делает она неплохо. Вот здесь вот гель Рунейл. Там у меня в уголочке засветился. Больше я его покупать не буду. Потому что вот конкретно этот гель. Я знаю, что у Рунейлов разной линейки гелей. Есть однофазные, по-моему, чего-то там я не изучала. Но вот конкретно этот в белой баночке, он у меня весь потрескался на клиентах. Одну клиентку я вообще потеряла, потому что он у нее треснул на третий день после наращивания. И вот эта работа, она тоже потрескается. После опила я делаю камуфляж от X-Nail с блесточками. Это был такой период, я всем его делала. И это был, по-моему, август, что ли. Почему-то мы рябину тут начали делать. Не нашла я наклейки и слайдеры. Хотя вот чую одним местом, что где-то у меня такие слайдеры есть. Но их же надо найти. Вот это целая коробка со слайдерами, с наклейками. И вот сидеть при клиенте, перебирать вот эти все архивы. А если я покупала эти наклейки 4 года назад, конечно, я не помню, где вот конкретно и что. Вот такой результат носки. Здесь я уже тестировала топы. Топ So My. Вообще-то ничего, нормально. Вот на большом пальце вообще блеск хороший сохранился. А на указательном потерся. Но они обычно вот рабочие пальцы. И один, как видите, треснул. Это визуально сверху. А во время спиливания я обнаружила покоцанные края почти на всех ногтях. То есть, повторюсь, гель этот хрупкий. Один сломанный ноготь я донаращиваю по воздуху. Более гель Эльпаза, 10 номер. Мне он понравился. Но сейчас в помещении холодно. У нас хозяин заболел. Никак не включит отопление. Поэтому все полигели ведут себя прекрасно. Кисточкам не прилипают. Не знаю, как он будет себя вести на жаре летом. Но пока он мне понравился. И как он себя ведет в работе. И цвет. А остальные ногти укрепляю зинулей. Я затрудняюсь ответить, чем быстрее работать гелем или полигелем. Раньше я бы однозначно, и не бы, а прямо говорила однозначно, что гелем быстрее. Но сейчас-то я уже наблатыкалась полигелем работать. Поэтому мне даже кажется, что одинаково по времени. Дизайн выбрала клиентка очень простой. С наклейками. И вообще эту работу я сделала быстро. Наношу гель-лак без применения отдельных кисточек. Без тонкой, без плоской. И пытаюсь подвести под кутикулу кистью из флакона. И здесь, конечно, есть обман зрения. Смотря под каким углом снимает камера. Вот, например, черный снимает под тем углом, что само подкутикульное царство не видно. И кажется, что все нормально. А если поставить камеру так, что на свет выходит вся подкутикульная штука, то видны какие-то недочеты. В общем, от съемок тоже зависит. Итак, наклейки сразу закрепляю топом с липким слоем. И уже поверх него перекрываю все ногти топом вена лиса. Так привыкла снимать короткие видео шорцы, там где-то тараторит быстро. Поэтому эта хроника тоже как-то быстро смонтировалась. Не переживайте, хроники еще будут. Шорцы я просто тренируюсь делать. Они даже сейчас не монетизируются нормально. Монетизацию включат только с 2023 года. Поэтому на канале будут и обычные видео, и короткие, которые я сейчас только тренируюсь делать. И зря вы не заходите в телеграм-канал. Там бывает иногда очень жарко. Кто там сидит, я думаю, подтвердят мои слова. И на этом свое видео заканчиваю. Желаю хорошего настроения, творческого вдохновения. Пока-пока.